В России растет потребность в профессиональных кадрах, особенно в управленческих. К тому же руководители бизнес-структур в последнее время стараются повышать свои навыки, чтобы идти в ногу со временем. Кстати, первые бизнес-школы в современной России появились в 90-х годах прошлого века. Эксперты утверждают, что сегодня получить образование в таких школах мечтают многие. Действительно ли это так и как может измениться жизнь после получения бизнес-образования, спросим сегодня у Сергея Мисоедова, проректора Ранхикс, одного из основоположников бизнес-образования в России. Сергей Павлович, начнем немного с истории. Я знаю, что в России экономическое образование было еще в 18 веке. В 1772 году в Москве появилось первое коммерческое училище, и там изучали точные гуманитарные науки, языки, основы коммерции, бухгалтерское дело. Бизнес-школы, которые появились у нас в России, уже в современной России, в конце прошлого века, они чем принципиально отличались? Просто я знаю, что вы как раз строили одну из них. У нас история была такая. Четыре мгимовских доцента молодых в 1988 году узнали из газет о том, что такие школы созданы. Мы пришли к нашему проректору, который курил образование, и сказал, почему в МГИМО нет бизнес-школы. На что он ответил, это было время широкой гласности. Ребята, а что вы меня спрашиваете? Сядьте, подумайте, как это сделать и создавайте. Я вас поддержу. А цели и задачи какие школы ваши были? Мы владели в МГИМО на факультете международных экономических отношений уникальной для того времени, да и сейчас, экспертизой по организации эффективной внешнеэкономической деятельности. Как делать контракты, как провести переговоры, где какое районирование, где нам интересно что-то купить, продать и так далее. Вот это то, что мы понимали, и мы решили, что наша бизнес-школа будет в первую очередь учить людей эффективной внешнеэкономической деятельности. Мы назвали школу «Скромно», школу международного бизнеса МГИМО, тогда не было права торговой марки и так далее. Люди к нам пошли сразу широко. Используя знания иностранных языков и друзей в посольствах, мы связались с ведущими бизнес-школами мира и ассоциациями. Это все было сделано очень быстро, за год, за полтора, за два. Попросили у них разрешение послушать, проконсультироваться и прочее. Посмотрели зарубежные программы бизнес-школ и вначале начали копировать. Начали копировать и развивались очень бурно. Получилось это качественно. Провели несколько больших международных конференций. Однако в середине 90-х у нас возникло неполное взаимопонимание, давайте я скажу так, с очень хорошими и уважаемыми университетскими профессорами. Время было тяжелое, 90-е, а мы привлекали на занятия практиков, потому что иначе профессоров никто не хотел слушать. Людям нужны были практические знания, которые приходили в бизнес-школу, а эти люди входили в ученые советы и так далее. Они сказали, на каком основании вы привлекаете не нас, а привлекаете кого-то. Возникла такая не очень приятная коллизия, которая вырвылилась, я перескажу, в то, что мы встретились с академиком Абелгеновичем Аганбегианом из Академии народного хозяйства при правительстве России. Вот то, что ныне является Аранхиксом. И знаменитый академик-реформатор сказал, мальчики, а что вы потеряли в него? Приходите, хуже, чем там, у меня не будет. Мы спросили, а приходите, приходите, еще раз, хуже не будет. И мы командой в 100 человек перешли в Академию народного хозяйства, переименовали себя в Институт бизнеса и делового администрирования. И с 1997 года и в негосударственной частной бизнес-школы мы превратились в государственный институт в составе Академии народного хозяйства, в позже Аранхикса и сегодня в один из крупнейших институтов, и стали работать в составе Российской президентской академии. Вы сказали, что вы переименовались в Институт бизнеса и делового администрирования. И это старейшая на сегодняшний день школа MBA России, которая считается одной из самых престижных в стране. Да, абсолютно. Как все-таки удалось успеха достичь вам? Вот в нескольких словах. Мы старались, как хороший пылесос, искать по Москве классных практиков, которым дан Божий дар преподавания. И профессоров, которые готовы были идти в прикладное консультирование пор к развитию, набивать шишки и тоже становиться практиками. Вот эта системная работа, которая длилась около десятилетия, помогла нам сделать команду уникальных специалистов. А бизнес-школу делают профессора практики и очень хорошие, талантливые студенты-бизнесмены. Это первая стезя. Вторая – мы включились в международный процесс получения самых высоких и престижных аккредитаций качества. В мире существует всего три ассоциации по бизнес-образованию, чей штамп качества признается всеми. Их называют ассоциацией тройной короны. Это АССБ Интернешнл, Международная ассоциация штаб-квартира в США. Это ЕФМД, Европейский фонд развития и менеджмент, штаб-квартира в Брюсселе. И это АМБ Интернешнл, ассоциация программ МБИ, штаб-квартира в Лондоне. Да, это сейчас недружественные страны, но я хочу сказать, что вот три штампа качества, говорят, вы принадлежите к топу бизнес-школ. Бизнес-школы, я на это взвешу, которые имеют все три аккредитации, их в мире всего 100. И это поддерживается вручную. 100 из почти 20 тысяч бизнес-школ мира. А если кого-то пускают новых, остальных оттуда выводят. Самый высокий рэнкинг – это рэнкинг Financial Times. Нам удалось получить две из трех аккредитаций, причем первыми в России. Нам удалось в рэнкинге Financial Times стать 30-й бизнес-школой Европы, а наша программа магистратуры по международному менеджменту стала 12-й среди 100 лучших программ мира. Сейчас-то у нас времена немножко другие, времена непростые. Скажем, стало ли бизнес-образование в России сейчас более востребованным? И кто им больше интересуется? Те, кто уже давно ведет бизнес или те, кто хочет начать с нуля? Видите, какая штука. Бизнес-образование не совсем существует для тех, кто собирается начать бизнес с нуля. Ну, если мы не говорим о бизнес-ориентированных программах вузовских первого высшего образования. Если мы будем с вами говорить о серьезных программах, а самые серьезные программы в области бизнес-образования – это программы MBA и Executive MBA. Не буду сейчас говорить об отличиях, они, в принципе, программы очень сильно похожи. На эти программы могут приходить только состоявшиеся бизнесмены. На эти программы не берут людей, у которых нет опыта работы в бизнесе, потому что на этих программах преподаватели не учат, а выступают фасилитаторами, помогают людям обменяться опытом и создать новое знание здесь и сейчас. Как вы решаете такую-то проблему? А вот параллельный импорт. Коллеги, кто в вашей группе из 35 человек уже столкнулся с проблемой? А как вам удалось это сделать для того, чтобы не подставить вашего залубежного партнера? Что вы это использовали? Вы регистрировали какую-то компанию или они регистрировали? Как вы осуществляли логистические цепочки? Как они у вас шли? Напрямую из Турции в Россию или какими-то обходными путями? Вот там, где начинает рождаться реальное знание, которое помогает бизнесу сегодня, здесь и сейчас. Вот смысл того, что делают сейчас бизнес-школы, и это более чем востребовано. Многие еще считают, что бизнес-образование больше востребовано, допустим, в центре, где-то в Москве, в Питере. А регионы проявляют к нему какой-то большой интерес или, может быть, не очень большой? Не надо путать бизнес-образование или деловое-управленческое и государственную и муниципальную службу. Там это державное решение. Вот государство приняло решение, что развивается центр или что деньги пошли в регионы. Это происходит. Здесь мы с вами имеем дело с рыночными процессами. А дальше давайте порассуждаем. Есть крупнейшие предприятия, если сейчас для того, чтобы возобновить деятельность каких-то ваших промышленных предприятий. А деятельность промышленных предприятий сейчас возобновляется, дойдут инвестиции, ищут новые кадры и так далее. Если это идет в ваш регион, а это идет и в ваш регион, значит, у вас будет спрос наряду с центром. Но кроме окологосударственного сектора есть еще средний и крупный бизнес, который поставляет продукты питания, который выращивает сельхозпродукты. А это невозможно спланировать. Вы думаете, что у ребят сейчас не звездный час? Нет. Им тоже нужны знания. И они есть в регионах и представлены так же, как в центре. Не оскудеет Россия талантами. У нас же потрясающие молодые бизнесмены. Не начинающие, а вот те, кто уже встали на ноги. И сейчас у них возможность, риск, они могут сорваться, разориться, но есть возможность сменить старую олигархическую группу. Ну, давайте быть аналитиками с вами. Большинство олигархов прежней волны сейчас либо где-то за рубежом, либо попали в какие-то неприятности. Освободились огромные ниши от ухода зарубежного капитала. Туда входят сейчас сильные российские бизнесмены среднекрупного уровня. Кто-то из них не впишется, а кто-то из них войдет в бомонд российского бизнеса. И, конечно, эти замечательные люди готовы работать 24 часа в сутки. А наша с вами задача им всячески помогать. Насколько нам известно, открытие в алтайском филиале «Ранхикс» программы «Эмбэй» – это первый опыт открытия такой программы в одном из филиалов. Какой будет доля участия Института бизнеса и делового администрирования в реализации программы? Мы договорились приблизительно пополам. Но если совсем точно, видимо, наша доля будет около 55% и доля филиала около 45%. Для того, чтобы прийти к этому, мы работали больше трех лет. Собственно, для того, чтобы сделать что-то совместно, мы должны собрать группы людей, которые имеют совпадающий уровень качества и различающиеся компетенции. Чтобы они не конкурировали, а взаимодополняли друг друга. У вашей группы людей, наряду с общей управленческой экспертизой, есть уникальные знания и понимания потребностей региона. Знания конкретных бизнесменов, возможности получить от них самую свежую информацию о том, как видоизменить программу. Мы имеем более теоретический подход, связанный с тем, что расположены в центре страны. Я думаю, что вот такое единение создаст абсолютно уникальный, новый и очень интересный продукт. Смотрите, существует мнение, что MBA – это некая такая волшебная таблетка, пару лет отучился, у тебя, соответственно, бизнес пошел в город и стал втрое больше зарабатывать. Вы с этим согласны? И какие компетенции освоят слушатели в рамках обучения по программе? Татьяна, спасибо вам большое. Если вы посмотрите прессу по MBA, то процентов 80 будет говорить наоборот, что MBA не нужна. Это я прочитала, я сегодня где-то просто прочитала. Ну, видите, как нет. Есть и то, и другое. Я просто хочу сказать, что хоронят MBA на моей памяти уже 20 лет, и обычно наиболее агрессивно говорят, что она не нужна, те, кто на ней никогда не учился. Это обычно связано, вы меня, простите, с комплексом внутренней неполноценности. Сам я Солженицына не читал, но я знаю и готов заявить, как раньше на партсобраниях. Вторая группа – это те, кто ждет от образования чуда. Особенно в период рецессии, когда оживляются хироманты, когда люди начинают верить в то, что оно сейчас вот по щучьему велению, и все откроется. MBA – и не то, и не другое. MBA – это серьезный труд, который ориентирован не для тех, кто начинающий, а для тех, кто продолжающий. Давайте скажем так, через аналогию. MBA – это консерватория в области управления и бизнеса. На MBA, как и в консерваторию, должны идти сложившиеся музыканты, у которых хороший слух. Если у них нет таланта к управлению и предпринимательству, они выбросят деньги. Ну и заключительный вопрос. В какой все-таки сторону, по вашему мнению, в ближайшее время будет развиваться российское бизнес-образование? Сейчас время, когда лин-менеджмент, Кайзен-система, ТРИС-система, системы оптимизации производства, оптимизации логистики, оптимизации складских хозяйств. Это все, что в связке с производительностью труда. Это очень нужно для того, чтобы наша страна сделала качественный скачок. И показала, что любые санкции против нашей страны – это бумеранг, который снесет голову тем, кто этот бумеранг запускает. Что мы самодостаточны, что мы можем все, что мы можем сделать рывок в самых высокотехнологичных отраслях промышленности. Сейчас мы формируем наш технологический суверенитет. И бизнес-образование должно развернуться в этом направлении, делать все возможное, чтобы помочь отечественному бизнесу. На этой позитивной ноте мы, пожалуй, закончим. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.